Здравствуйте, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня вы узнаете 10 секретов успешного продвижения канала о рукоделии на YouTube. Первый. Создавайте видеоролики, которыми хочется делиться. Используйте сезонные интересы для создания актуальных видео, например, игрушки на елку своими руками в канун новогодних праздников. Поставьте себя на место зрителя, разместили ли бы вы такое видео на своей странице в социальных сетях и рассказали бы о нем своим друзьям. Создавайте вирусные видео, и вы привлечете на свой канал целевую аудиторию не только с YouTube, но и с других сайтов. Второй. Ведите диалог со своими зрителями, ведь общение – это важный элемент успеха. Каналы, где мастер-классы по рукоделию сопровождаются комментариями автора, а не просто показан процесс с фоновой музыкой, более популярный у подписчиков. Не бойтесь и будьте с собой – это то, что больше всего нравится аудитория YouTube – естественность и близость к зрителям. Также не забывайте здороваться в начале и прощаться в конце ваших видео. Третий. Взаимодействуйте с аудиторией не только в комментариях, но и в самих видео. Например, предлагайте зрителям снять видео о том, что у них получилось в результате вашего урока по рукоделию. И включайте эти видео в свои ролики. А еще ниша рукоделия идеально подходит для того, чтобы организовать встречу с подписчиками в офлайне и провести авторский мастер-класс. Четвертый. Создайте единый стиль для всего канала. Это касается не только баннера, логотипа и обложек видео, но и сценариев для роликов. Найдите свой уникальный формат подачи информации, чтобы выделиться среди множества других каналов в нише рукоделия. Пятый. YouTube – уникальная площадка. Здесь вы сразу получаете обратную связь от своих поклонников. Используйте это, учитывайте пожелания зрителей при записи следующих видео. Шестой. Не только ваши подписчики, но и алгоритмы YouTube любят постоянство в выходе роликов на канале. Составьте заранее контент-план и регулярно заливайте видео на канал. Группируйте видео по плейлистам и не забывайте их равномерно обновлять. Седьмой. Оптимизируйте видео для зрителей и поисковых алгоритмов. Для этого указывайте правильные метаданные. Смотрите наше видео о том, как подбирать ключевые слова для канала в нише рукоделия. Восьмой. Создавайте видео, понятное без контекста. Это значит, что можно начать просмотр с любого видео на канале, и будет понятно, о чем идет речь. Если вы записываете масштабный мастер-класс, который вы разделили на несколько частей, то создайте отдельный плейлист, а также добавьте ссылки на остальные части в описании видео и в конечной заставке. Девятый. Сотрудничайте с другими видеоблогерами. По статистике, самый большой прирост подписчиков происходит именно после коллаборации. Большое количество рукодельниц на YouTube упрощает поиск канала для совместной съемки. И даже если вы не нашли автора из вашего города, вы можете сотрудничать удаленно. Например, устроить челлендж. Кто быстрее свяжет шарф определенной длины. А объединить ваши результаты можно уже при монтаже ролика. Десятый. Вдохновляйте. Записывайте истории, как вы достигли успеха или как вы преодолели трудные этапы в начале пути. Это могут быть влоги или специальные видео с ответами на вопросы от подписчиков. Сегодня вы узнали 10 секретов успешного продвижения канала о рукоделии на YouTube. Пишите в комментариях, нравится ли вам ниша рукоделия и какие преимущества, на ваш взгляд, есть у авторов каналов, которые выбрали эту нишу. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и делитесь им с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok